Каждый год работники органов местного самоуправления приобщаются к спорту, участвуя в ежегодной традиционной спартакиаде. Плавание, лыжи, шахматы, настольный теннис – в этом году список спортивных дисциплин дополнился бильярдом. По всей видимости, связано это с тем, что данный вид спорта в последнее время набирает все большую популярность, как среди детей, юношей, так и среди взрослых. Против подобного дополнения возражать не стал никто – ни организаторы, ни участники. Ну, отношение к этому виду спорта, конечно, положительное, потому что помимо общих физических воздействий, нагрузок и положительного, так скажем, влияния на организм, это еще, не знаю, полезно для души, интересно. Сергей – один из тех, для кого сегодняшний день проходит по нестандартному плану. Помимо него, еще около трех десятков работников администрации города и Рязанской городской думы собрались в бильярд-холле развлекательного центра «Озон», чтобы принять участие в соревнованиях по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида». Правило «Свободная пирамида» заключается в том, что можно играть любым по любому шару. Соперник выигрывает тот, кто забьет первым восемь шаров. Среди участников оказались как те, кто знаком с этой игрой, так и те, кто никогда в жизни не держал в руках кие. Перед началом соревнований всем игрокам объяснили правила. Для них юные спортсмены сыграли показательную партию и соревнования начались. Каждой паре игроков давалось 40 минут на встречу, дабы не затягивать соревновательный процесс. Все-таки работу, как нам сказали, в этот день никто не отменял. Трое призеров, которые были определены в конце встречи, получили памятные подарки. Но, по всей видимости, это только начало. У нас есть по плану сейчас предложить правительству области сыграть товарищеский матч. В выходной день, в какой-то выберем и вызовем их на бой, на встречу. Говорят, что бильярдный спорт развивает глазомер, интуицию, моторику движения и тренирует мышление. Так что играть в него полезно всем, как работникам администрации, так и представителям правительства области.